Мы записываем интервью с известным блогером Алексеем Навальным и огромное вам спасибо за время и за согласие поговорить. Я думаю, что эта беседа наверняка будет интересной и полезной для очень многих людей, которые сейчас наблюдают за вашей деятельностью, в том числе в интернете. В известном смысле защитник миноритарных акционеров – это защитник всех граждан России. У нас есть небольшое количество огромных корпораций, которые в целом находятся под государственным контролем. И государство преобладающий акционер и решают все вопросы этих самых корпораций. Каждый из нас видит это, и менеджер этой самой корпорации, и даже какая-то бабушка, которая живет в Рязани, казалось бы, она достаточно далеко от этого всего находит. Но все видят, что на корпорации и вообще российская экономика, которая базируется на этих корпорациях, устроена таким образом, что достаточно небольшое количество людей обогащается и живет совершенно поразительной, роскошной жизнью. А акционеры этих корпораций и простые граждане России, которые являются косвенными акционерами этих корпораций через государство, они не получают, в общем-то говоря, ничего. Каждый день в газетах мы читаем о скандалах и о многомиллиардных хищениях, которые совершенно прямо и открыто описываются. Но ничего не происходит. Поэтому я решил сделать очень простую вещь. Я решил, а если преступление происходит так нагло, открыто и очевидно, почему бы просто не попробовать подать в суд? Почему бы не попробовать писать жалобы в прокуратуру и так далее? Вещь достаточно простая, лежащая на поверхности, просто до меня этим в основном никто не занимался. И моя деятельность достаточно быстро привлекла внимание, просто потому что это такая формализация того, о чем все говорят. Все говорят, вот они украли миллиард долларов. Я говорю, они украли миллиард долларов, вот мое заявление в милицию. Вот и все. Безо всякого сомнения, здесь была и личная мотивация. Все началось с денег, которые украли непосредственно у меня. Я инвестировал свои личные средства в так называемые голубые фишки. Эти крупнейшие корпорации, в основном сырьевые, в основном нефтяные. И когда я инвестировал свои средства и не получил ни дивидендов, ни роста курсовой стоимости, но опять же каждый божий день я читал в газетах, как эти люди приобретают футбольные клубы, летают на частных самолетах, наслаждаются прекрасными куршевельскими вечеринками, я понимал, что те деньги, которые украдены у меня, это вот те самые деньги, на которые они ведут свою шикарную красивую жизнь. И я не понимаю, каким образом нефтяные компании платят мне такие маленькие дивиденды, но маленькая офшорная компания «Гунворб», экспортируя нефть этих компаний, зарабатывает миллиарды, и ее руководитель, друг Путина Геннадий Тимченко, попадает в список «Форбс». Это и стало, в каком-то смысле это было такое, ну, это кража моих личных денег, и я считаю, что это персональное было оскорблением мне, как акционеру, поскольку все так очевидно произошло. Было бы лицемерием считать, и с моей стороны было бы лицемерием заявлять о том, что моя деятельность не является политической. Коррупция – это важнейший вопрос политической повестки жизни страны. Вопрос, каким образом экспортируется нефть, каким образом распределяются ресурсы от продажи нефти, газа и так далее, это политический вопрос. А то, что я расследую конкретные ситуации, это абсолютно политические расследования, и политически мотивированные в том числе. Поэтому да, эта деятельность является политической 100%. Это первое. Второе, что касается какой-то вот моей популярности, почему формат моей деятельности получил такую поддержку. Я не склонен переоценивать какую-то свою популярность, но я думаю, что то, что я получил какую-то поддержку, связано с тем, что я стал одним из первых людей, который перешел в новый формат работы. То есть до этого оппозиционное движение было что? Были какие-то диссиденты советских времен и первых перестроечных времен, которые были совершенно замечательные люди, и они и есть совершенно замечательные люди, но в современной ситуации они совершенно нерелевантны, устаревшие, морально, физически, как угодно. И их деятельность уже выглядит как-то совершенно архаично. Потом это были и до сих пор остаются такие либералы и демократы, демократы, порожденные романтическим ельцинским периодом, которые сейчас уже в ретроспективе, глядя туда, оказались не такими уж и либералами, не такими демократами, и очень многие перекрасились, либо сейчас по-прежнему провозглашая себя либералами и демократами, они вполне себя поддерживают Путина и даже заявляют о том, что никакие нам свободные выборы не нужны, потому что на свободных выборах победят ужасные фашисты. И в основном вот эта вот такая оппозиционная риторика вот этих вот людей из 90-х, к нынешнему моменту она переродилась окончательно в просто какую-то болтовню. Мой же подход связан с тем, что ты можешь, конечно, риторически сколько угодно громить кровавый путинский режим, но ты должен сделать что-то практическое в этом направлении. Поэтому я сконцентрировался на практических расследованиях, практических делах, практических судебных исках. И все, что я говорю, оно подтверждается некими конкретными действиями. Тысяча человек говорит о том, что вот эти люди украли, и вокруг Путина собрались жулики и воры. Я заявляю примерно то же самое, но я это подкрепляю тем, что я иду, и конкретно пытаюсь их преследовать в уголовном порядке. Получится или не получится, получается, не получается, это отдельный вопрос, но я приношу им проблемы. И люди сейчас готовы, как мне кажется, поддерживать политиков, которые приносят проблемы вот этой власти. Мне кажется, что я получил какую-то поддержку, в том числе потому, что я не играю в заведомо бессмысленные игры. Были бы выборы, я бы безо всякого сомнения принял бы участие в выборах. Выборов сейчас нет. Та процедура странная, которая называется выборами, выборами не является, ты в ней не контролируешь ничего. И именно поэтому оппозиционные политики, которые полностью сфокусированы на том, чтобы получить бумажку из Минюста, с этой бумажкой из Минюста побежать в избирательную комиссию и просить ее, чтобы они там тебе пририсовали что-то или наоборот не отнимали у тебя голоса, которые ты получил по праву, это не является политикой. Это вот бег в каком-то, бег таких крыс лабораторных в лабиринтике, которые построили им эти самые кремлевские жулики. Я не хочу быть в этом лабиринте, и я занимаюсь, я пытаюсь создавать некую собственную повестку, а не следую кремлевским графикам и их партиям и так далее. Есть конкретные дела, я занимаюсь этими конкретными делами. Участие вот в этой процедуре, фейковой от начала до конца, оно бессмысленно, и я не буду этим заниматься. Я понимаю отлично, в какой ситуации я нахожусь. Я вижу отлично примеры, в том числе печальные, даже трагические. Например, в случае с Сергеем Магнистским, в случае то, что могло произойти, произошло с людьми, которые занимались расследованием коррупции. Поэтому я оцениваю разумно риск, который существует, я его осознаю, но, опять же, это не является препятствием для моей деятельности. Я изначально осознавал эти риски, и я занимаюсь осознанно этим всем в условиях того, что этот риск есть, я его принимаю. Вот это вот, понимаете, есть луна, есть небо, есть солнце, а есть риски. Я живу в этой стране и в этой системе, поэтому это для меня не является какой-то большой проблемой. Мне никогда не угрожали. Сложно сказать, есть опасность, нет опасности. Я философски к этому отношусь. Я считаю, что любой человек в России, который занимается чем-то правильным и полезным, он несет определенную риск. Это журналисты, политики, общественные деятели, кто угодно. Есть даже какая-то ирония в том, что вы задаете этот вопрос, радио Свобода, потому что ближайшая аналогия с тем, что происходит сейчас, вот эти ДОС-атаки на живой журнал, это то, что делали в Советском Союзе, когда разработали так называемые глушилки, и они глушили то, что называли вражеские голоса. Это привело только к тому, что любой человек в Советском Союзе, как только покупал приемник, он сразу бежал и пробовал поймать эту самую радио Свобода. Даже вне зависимости от того, ему было интересно, что говорят или нет, это было что-то запрещено. Сейчас прошло достаточно много лет, но власти действуют так же тупо, они препятствуют, просто пытаются заглушить, временно остановить, сделать атаки на серверы и так далее, и не дать распространяться информации через живой журнал и другие социальные сети, не дать людям там координироваться. Но это все приводит к тому, что люди, которые политизированы, они по-прежнему могут распространить информацию, и эти атаки в современном информационном обществе, их КПД крайне низкие. А те люди, которые до этого не думали о политике, а рассматривали живой журнал как место, где можно смотреть кошечек, собачек или какие-то картинки, они раздражены. И как раз их раздражение становится раздражением политическим, потому что они понимают, что какие-то жулики в Кремле на деньги налогоплательщиков препятствуют, мешают им рассматривать их кошечек. И я уверен, что вот эти вот атаки глупейшие и попытки препятствуют, они приведут только к росту протестных настроений.